МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1927 году вместе с семьей переехал в поселок Манкровского панельного завода. После окончания Манкровской средней школы работал токарем на панельном заводе. В июне 1941 года был призван в Красную армию. В декабре 1942 года окончил Саратовское автобронетанковое училище. В начале 1910 года в Литяна-Котлов прибыл в разведывательный батальон 23-го танкового корпуса на должность командира мотоциклетного взвода. Боевое крещение приняло в июле 1943 года во время наступления на Донбасс. Разведбатальон у дядолику вперед оторвался от главных сил корпуса. Разведчики рвали коммуникации, перекрывали пути отхода врагов. В районе города Красноармейска мотоциклистам сходу удалось захватить аэродром противника с 15 самолетами, экипажами и вспомогательными силами. В этом бою Котлов был ранен осколком в бок, но в тыл не ушел. Котлов остался в местном бате и вскоре вернулся в строй. В дальнейшем он участвовал в боях за освобождение ряда городов Юга Украины. За находчивость и смелость при выполнении разведывательных операций летом 1944 года лейтенант Котлов получил первую награду – Орден Отечественной войны второй степени. Наиболее памятными для Котлова стали бои на территории Венгрии. Во время одного из них, проводя разведку в бои, группа лейтенанта Котлова оторвалась от своих частей на 35 километров, освободила 7 наследных пунктов, уничтожила 18 машин, 2 бронетранспортера, 180 немецких солдат и офицеров. Развивая наступление, разведчики Котлова первыми ворвались в город Радев-Маре, завязали на его окраине уличные бои и прорвались к центру города. Очищая кварталом за кварталом, вышли на западную окраину и здесь окончательно закрепили свой спирт. За время уличных боев разведчиками было уничтожено 73 километровца и 53 взятых лет. 20 февраля 1945 года в районе Будапешта группа мотоциклистов во главе с лейтенантом Котловым при возвращении из разведки попала под артиллерийский огонь. Командир был ранен в лопатку и скончался в медсамбате под потерей крови. Указан Президент Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленную мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Котлову Анатолию Георгиевичу присвоив звание Героя Советского Союза. А при своении высокого звания Героя Советского Союза Котлов так и не узнал. Похоронен в Венгрии. Одна из улиц города Мантура носит его имя. Субтитры создавал DimaTorzok